Девушка, можно у вас? Добрый день, минуточку. Спасибо вам, до свидания. Мне розы нужны. У свекрови юбилей, только нужно выбрать посвежее. Ну, конечно, сейчас подберем. Только я так понимаю, что ничего толкового здесь не будет. Вы же торгуете цветами не первой свежести. Ну, зачем же вот так? Эти розы сегодня привезли утром из оранжереи, они очень свежие. Вы что, думаете, что у меня глаз нет? Я прекрасно вижу, это мусор. А стоит ого-го. У нас есть другой сорт роз, он подешевле. А на что вы намекаете? Что я не могу себе позволить нормальные цветы? Девушка, вы успокойтесь и внятно объясните, чего хотите. А, будем не хамить. Ну, тогда живо зови директора и давай книгу жалоб. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие-то проблемы? Это у вас проблемы, дорогуша. А в чем, собственно, дело? Понабираете невесть кого с улицы. Только что умеет хамить клиентам. Ну, хоть понятно, в кого ее сынок, такой же наглый. А при чем тут мой сын? А ты не понимаешь? Мой Матвей в команде уже два года. А твой без году недели уже нос задрал. Если ты думаешь, что можно вилять хвостом перед нашим тренером, а он так раз и твоему сынку зеленую улицу даст. Не мечтай. Мы, родители, этого не допустим. А на вашем месте я бы ее уволила. Ну, можно же так всем клиентам хамить. Значит так. Пока ты не на моем месте, рот закрыла и ушла. Чтоб дорогу сюда забыла, поняла? Что? Ой, простите, пожалуйста. Всего хорошего, дорогуша. До свидания. Это кто? Первый раз вижу. Но, судя по всему, это мама мальчик из команды. Они с Никиткой недавно поссорились, они даже подрались. Спасибо тебе большое. Да, все, забудь. У талантливых людей всегда куча завистников. А Никитка твой талант. Так что держись. То ли еще будет. Инн, а давай мы что-нибудь эдакое соорудим на витрину? Пусть народ знает, что мы можем. А давай? Как же я так и благодарна, что она тебя нашла. Я рада с тобой работать. А что мы Тае подарим на день рождения? И, ну, что-нибудь романтичное. Она же у нас любительница романов. Ага. 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 В 하겠습니다. Тай. Здравствуйте, Тай. Здравствуйте. А Инны нет. А я, скорее, к вам. Ко мне? Да, Тай, скажите, у вас не найдется молотка и отвертки? В доме у моих родственников мебель старенькая. Хотел отремонтировать. А я же, кроме вас, сына, здесь никого не знаю. И магазин хозяйственный на ремонте. Он уже три года на ремонте. Понятно. Ну, я сейчас погляжу. У моего бывшего были где-то инструменты? Он так сбежал, все бросил. Сейчас. Хорошо. Спасибо, Тая. Ой! Свет пропал. Да? Похоже на то. Так. А что делать-то? У меня же там пирог и холодильник разморозится. А электрик, он только завтра придет. Тая, Тая, вы не переживайте. Сейчас попробуем все исправить. А вы и в этом разбираетесь? Ну, да. Как любой нормальный мужчина. Может, там что-то выбило? Сейчас посмотрим. Так. Видимо, что-то с проводкой. Какого здесь богатства. Да. Ну-ка. Сейчас мы проводку прозвоним и найдем поломку. Спасите меня, пожалуйста. Меня там пирог. Да не переживайте. Спасибо. Не переживайте. Сейчас все наладим. Спасибо. Ну, как? Не слишком для нашей глуши? В самый раз. Ты такая красавица. Ну, с тобой, определенно, нужно что-то делать. Держи. Садись. А зачем? Творчеством займусь. Буду делать из тебя королеву. Спасибо. Я этого не люблю. Ну, не понравится умножь. Давай. Ну, ладно. Давай только без фанатизма. Ладно? Ну, это как рука художника пойдет. Ну, что? Да пока ничего-то. Что делать-то? Да не переживайте вы так. Будет у вас свет. Отрицательный результат сужает область моих поисков. Я очень на вас надеюсь. Идите, занимайся своими делами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья Анатольевна. Ой! И он, Свет появился! Ну что, работает? Вы мой спаситель? Спасибо большое. Оставайтесь на ужин. Мне сегодня день рождения, скоро и на гости придут. Я вас поздравляю, только, честно говоря, как-то неудобно без подарка. Да вы что, если б не вы, то мы вообще в темноте праздновали. Так что считайте, что свой подарок я уже получила. Хорошо, договорились. Привет, Никит. Никит, а у тебя сегодня что, тренировки не было? Нет. Я на футбол больше не хожу. Опять что-то стряслось. Очень сложный мальчик, я не с ним. Ой, как непросто. Трудно мальчишку одной воспитывать, да. Сейчас пойду узнаю, что случилось. Угу. Никит, можно к тебе? Ты что там про футбол говорил? Ничего. Скажи, ну ты серьезно решил бросить? Да. Почему? Потому что я лишний в команде. А, это ты сам так решил? Нет. Меня команда не принимает. Никита, у тебя какая любимая команда? Ну, Барса. И у меня. А ты знаешь там такого игрока? Эрика Абидаля. Так вот, он когда в команду пришел, его многие не приняли. Но он сумел переломить ситуацию и стать одним из самых нужных игроков. И знаешь, даже когда несколько лет тому назад он серьезно заболел, ему понадобилась операция, то все ребята вышли на поле в футболках с надписью. Все будет хорошо, Абидаль. Они даже посвятили ему победу. Никит. Вот так вот сдаваться и руки опускать, это проще простого. А собраться и противостоять ударам судьбы, это для настоящих мужиков, понимаешь? Ты подумай об этом на досуге. Договорились? Дай пять. Ну и улыбнись, футболист. Здравствуйте. Здрасте. Ма, какая ты красивая. Спасибо, сынок. Ну что, Таю, пойдем поздравлять? А можно я не пойду? У меня вон уроков полно и надо подумать кое о чем. Ну хорошо. Ну раз вы остались без кавалера, я с позволения Никиты вас провожу. Никит, ты не против? Нет. Ну, я переоденусь сейчас, минуточку, хорошо? Хорошо. Так. Так. Вот. Как вкусно. Вика, какой-то новый рецепт. Да, сама придумала. Таечка, это от нас с Инной. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, разнообразной и необычной. Спасибо. Боже, какая красота. Прям как на выставке. Кать, мне кто-то сказал, что у тебя новая мастерица появилась. А вот и она, наша Инна-искусница. Здрасьте. Таю, ну с днем рождения. Это от нас с Никиткой. Он очень извинялся, что не смог прийти в уроки. Спасибо, я ему обязательно что-то вкусненькое занесу. А это Алексей. Здравствуйте. Если бы не он, сегодняшнего праздника не было бы. Присаживайтесь. Проходите, сейчас я вас со всеми познакомлю. Итак, Маша и Лиля. Мои подружки. Очень приятно. Катя, ну вы, знаете, Саша. Приятно познакомиться. Ну что, насыпайте, а то остынет. А какую очередную героическую поступку вы совершили? Та и преувеличили. Я просто починил проводку. Тост. Так как я дольше всех знаком с именинницей, Таисия у нас женщина особенная. Новую книжку почитать принесет. И последние городские новости расскажет. А уж насчет готовки, тут ей нет равных. Если бы не Тая, жить было бы скучно и невкусно. С днем рождения, Тая. С днем рождения. Спасибо. Смотри, Алиска, вот этот вроде ничего. И охота тебе с Максом ехать. Тут Макс. На отдыхе Макс. А что в этом плохого? Да, в общем-то, ничего, конечно. Но без рыбьи-то. Ой, можно подумать, у тебя прям толпы поклонников. Кстати, а как там твой Алексей поживает? Да нормально у нас все. Правда? Что-то я его рядом с тобой ни разу не видела. Да? Работает человек, потому что. В отличие от твоего безденека Макса. Кстати, нужно ему позвонить. Давай, давай. Смешно. Угу. 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 Вот так. Угу. Угу. Алексей, а как вы ж подопечник? Вы про кота? Ну, про него тоже. Это кошка, а не кот. И очень своенравная кошка. Не захотела с нами общаться и сбежала под диван. Даже спасибо не сказала. Ну, а если серьезно, то хозяин Пушинки уже дома. С ними все в порядке. Думаю, мне просто повезло, что вы рядом оказались. Ну. А я сегодня убедилась, что у Алексея вообще дар появляться вовремя. Если б не он, сидели бы мы сейчас при свечах. Темнота, как говорится, друг молодежи. А теперь танцы. Включай музыку именинница. Хорошо. Сейчас. И... Может, присоединимся? Ну что, не спешит он с тобой поболтать? Говорю же, он постоянно на работе. И сейчас тоже явно на каком-то задании. Интересно. Это его задание. Блондинка или брюнетка? Ой-ой-ой, какие мы остроумные. Да, Алешка не простой. Не Макс какой-то. Ну, ты же меня знаешь. Если я решила, то своего добьюсь. А спорим? Давай. Ну что? Если выигрываю я, то мы едем в Венецию на выходные за твой счет. И без Макса. Так. Ну и если ты, за мой. И там отхватим себе по роскошному итальянцу. Гондольеро? Дух! И пошлем нафиг твоего Лешу и моего Макса. Идет? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не спишь? Та тебе пирог предала с вишней. Ты о чем думаешь? В береге обидали. Ну, игроки-барсы. И мне дядя Леша рассказывал сегодня его историю. И знаешь, мама, я так подумал, все-таки я вернусь в команду. Иначе ребята подумают, что я слабак. Какой же ты у меня взрослый. И мама, дядя Леша, он, короче, нравится мне. Да? Ну, он интересный человек. И жутко умный. Ну, надо же. Черт. Здравствуй, милый. Есть будешь? Нет, не хочу. Ты вчера так поздно пришел? С Львом Евгеньевичем Доновичем наши вопросы решали. Без толпы все. Тебе так не удалось договориться с ним об отсрочке? С чего же удалось? Целых десять дней дал. И ни минуты, и больше. Сволочь. Если не продадим Алиськину акцию, можешь заказывать мне похоронный венок. Не говори глупостей. Все будет хорошо. Что слышно от Алексея? Ничего интересного. Сидит там. Понятно, чем занимается. Доклады, не доклады, так отмазки какие-то. Что все это может значить? Если бы я знал. Может быть, что женщина вообще не Татьяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это что? Это OUTЛ depictionеза о Олеге. Сравни с этой Никитой. Одно лицо. Ты так бережно хранишь детские фотографии первого мужа? Смеешься, да, Лизка? Олег, если ты помнишь, её отец, и она его очень любила. А ты что, до сих пор ревнуешь меня к нему? Да ну что за ерунда? Значит, вероятнее всего, это Татьяна. Чего ж тогда Лёша голову морочит? Может, он решил потянуть время и срабить снесть побольше денег? Может. А может, с ней сговорился? Если сын наследник, она будет управлять немалыми деньгами. Возможно, она могла его просто перекупить. Ну, тогда и мы не будем сидеть, сложа руки. Платон, это я. Слушай, завтра заскочи ко мне, есть дело. При встрече объясню. Давай. Ну что, куда пойдём? В парк? Нет. Я приглашаю тебя на романтический ужин при свитчах. Лёш, честно говоря, я не очень люблю рестораны. Никаких ресторанов. Я приглашаю тебя к себе домой, а ужин я приготовлю собственноручно. Ты умеешь готовить? Обижаешь. Малакский салат и паэлья – мой конёк. Ты даже узнал, какую кухню я люблю. Кто нашептал? Катя? Нет. Просто интуиция. Ну так что, пойдём? Я только забыла Никитке. Обещала помочь с контрольной. Давай так, я сейчас домой пойду, помогу Никите с английским. Нагормлю его, ложу спать. Приду к тебе. Хорошо. Я буду ждать. Всем привет. Салют. Как дела? Я тут хотела спросить. Наконец-то ты вспомнила, что у тебя есть родители. Даже если бы я и хотела об этом забыть, ты бы мне всё равно напомнила. Девочки, давайте не ссориться. Можешь спокойнее разговаривать. Можно. Но она же первая на чему. Прости, детка. Я погорячилась, о чём-то хотела спросить. Спасибо. Виталик. А куда пропал этот твой, Лёша? Какой Лёша? Ну, Алексей, который у Виталика в адвокатском бюро работает. Бывший следак. Ну, допустим, в командировке. Тебе зачем? Может, себе изволишь объяснить, зачем он тебе вдруг понадобился? А может, я влюбилась? Влюбилась? Бывшего мента. Да, а что? Тебе что-то не нравится? Не нравится. Началось. Я у себя. Знаешь, а меня теперь мало интересует, что тебе нравится, а что нет. Я совершеннолетняя. Я тебя теперь вообще не завешу. Что хочу, то и делаю. У меня есть свои деньги. Поняла? Ну, послушай. Это мил Витон. Заводить роман с обслугой. Ну, ты же вышла замуж за обслугу. Виталик, насколько я помню, на тебя работал. А потом ты променяла папу на него. Козырного туза на шестерку. Дрянь! 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 Свечи. Необычный чай. Мне так уютно и тепло давного не было. Я старался. У тебя получилось? Десять лет жила, как в тумане. Я о тебе совсем ничего не знаю. И я о тебе ничего не знаю. Так это не удивительно. У каждого из нас была своя какая-то отдельная жизнь. Да, было. Но это было раньше. А сейчас я хочу все о тебе знать. Родители у меня умерли рано, когда я была маленькая. Сначала папа заболел, потом мама. Воспитывала меня бабушка. Мы жили не в недостатке, но в любви. Я хорошо училась в школе, потом поступила в институт, а потом бабушки не стало. И я себя чувствовала самым одиноким человеком на свете. Ну, у меня появилась работа в большом банке референта владельца. И тут, мне кажется, случилась любовь с первого взгляда. Моя жизнь в сказку превратилась. А дальше? Дальше сказка закончилась. Он погиб. Я чуть с ума не сошла. Мне казалось, что у меня больше нету. А потом Никитка родился с наш сыном и он мне дал силы выжить. Прости. Скажи, а как твой муж погиб? Он не был моим мужем и… Мы не успели расписаться и… Да это давно было, десять лет назад. Леша, ты как жил? Мои родители развелись, когда я был маленький. Отец ушел в другую семью. Мы редко виделись. Мама… Мама ушла год назад. Сердце. Что я… Я учился. Потом женился. Как сейчас понимаю, не по любви, а… Так, знаешь… Под настроение. Потом развелся. Работал. А вот приехал сюда. И встретил тебя. Холодно как-то. Так, хорошо. Спасибо. Уху. 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 Ну, мне кажется, это было хорошо. Уху. 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 Вау! Так вот ты где. Не так уж, что и далеко. Что? Что-то не так. Всё так. Просто я не думала, что когда-нибудь ещё это почувствую. Что? Счастье. А почему от счастья так тихо? От счастья надо кричать. Боюсь погнуть. Трусих. Как же хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Не заканчивалось. Верь мне. Да, Виталий Леонидович. Слушаю вас. Да, Виталий Леонидович. Слушаю вас. Да, спасибо. Это очень важно для меня. Да, очень странно. Уже звоню. Привет. Доброе утро. А что за разноцветные бабочки порхают над тобой? Да, бабочки. Да, она золотая. Смотри, вот. Я не знаю. Я тебя такой никогда не видела. Да я сама себя такого же старого не видела. Виталий Леонидович, я не смог дозвониться. Надо ехать. Да, мне придется прервать командировку. Да, спасибо. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте, Ироша. Кофе горячий, булочки теплые. Спасибо. А я надеюсь, они не остынут, пока я буду делать заказ поставщикам. Привет. 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 Я соскучилась? Я тоже. Как ты? Хорошо. Как дома? Никитка ничего не заметил. А тайна меня так подозрительно, подозрительно смотрела. Ты ее боишься? Нет. Я боюсь только, что сказка закончится и все. А помни, что я тебе вчера говорил? Ничего не бойся. Все будет хорошо. Я тебе верю. Задерзывай после работы? Прости, не могу. Надо уехать. Срочное дело. Ну, я очень быстро вернусь и даже не успею заметить. Алоу. Хэллоу, Ладуся. Привет, подруга. Какие у нас планы на вечер? Ну, о твоих планах мне ничего не известно. А лично я уже в другом городе. А где это? Здесь такая глушь, ты даже себе не представляешь. Зато теперь диджи-сетка. Я точно выиграю наш спор. Это что, тебя твой супер-коп позвал? Да нет, нет, он даже не догадывается, что я здесь. Я вычислила, где он находится по геолокации в его телефоне. Ну, ты представляешь, какой будет сюрприз. Ну, ты безбашенная. Эй, Алишка, ау-у-у, ты меня слышишь? А я перезвоню. Ладно, пока. Пока. Ладно, иди. Милый, наконец-то я тебя нашла. Алиса, ты что здесь сделаешь? Здравствуйте. Я невеста Алексея. А вы кто? Алиса, ты что несешь? Прекрати немедленно. И не судьба вам ни чужой, из Алиса. Я, между прочим, ребенка от него жду. О, понятно. Инна, 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 подожди. Инна, Инна, ты чушь какая-то. Это полный бред. Не трогай меня. Инна, открой дверь. Да бесполезно. Она не станет тебя слушать. Откуда ты свалилась на мою голову? А я всегда получаю то, чего хочу. Чего бы мне это ни стоило. Бестолковая, взбамышная девчонка. Да, Виталий Леонидович. Леша, мне Кристина сказала, что Алиса взяла свою машину и к тебе поехала. Алиса, как только явится, явилась, да, собственной персоной. Ах, вот как. Вот дает. Леша, ты все равно сюда едешь. Я тебя прошу, хватай ее за шиворот, бросай в машину. Сам за руль и вези домой. Кристина по потолку уходит, понимаешь? Хорошо, Инна. В машину садись. Садись в машину. Римин пристик. Инуся, не делай поспешных выводов, ты все смахивай на какого-то спектакля. Да какая разница? Да и как могло быть? Кругом одно вранье. Да. А на вранье счастье не построишь. Можно я домой пойду? Конечно. Ин! Все образуется. Тайя! Тайя, ты где это взяла? Тайя! Что? Ты случайно не знаешь откуда это взялось в моей комнате? Знаю. Откуда? Это я положила. Это ты? Ну это случайно так получилось. Я увидела эту фотографию в газете и сразу узнала девушку. Ее паспорт лежал у тебя в шкатулке. Ты что в моем шкафу урылась? Вообще-то это и мой шкаф тоже. Если ты помнишь, там были вещи бывших жильцов. Хотела их забрать, вот и случайно наткнулась на эту шкатулку. А шкатулка сама взяла и открылась, да? Что это за документы? Кто эта девушка? Она на тебя похожа. Да сестра, это моя младшая. Она погибла 10 лет назад. Значит я все правильно сделала. Что ты сделала? Что ты сделала? Позвонила по номеру, который был в этой газете. Раз ты ближайшая родственница, значит получишь наследство. Господи, ты что? Ты по номеру позвонила? Ну это ведь наследство. Что они ответили? Ничего. Там была автоответчик, я им все сказала, что знала, адрес оставила. Между прочим, от вознаграждения сразу же отказалась. Таня, ты что наделала? Это деньги. Вы с Никитой сможете зажить совсем по-другому. Когда это было? В тот день, когда газета пришла. И тебе ни разу не позвонили? Нет. Нет. Только бы сразу же объявился Алексей. Инна! Инна! Да. Алло. Что? Там Леша. Этого не может быть. Я так и знала. Что ты знала? Я не хотела тебе говорить, но теперь, наверное, это важно. Я сегодня узнала, он никакой не родственник Лемешко. Он у них дом снимает по объявлению. Папа. Папа. Вот. Капученко тебе принесла. Ну, мы так и будем всю дорогу молчать? Скучно же. Главное, найдешь себе в другом месте. Ну, подумаешь. Я просто хотела пошутить. Пошутила. Ты хоть представляешь себе, что ты натворила? Да ладно тебе. Если любит, простит. Алиса, послушай меня. Скажи, что ты хочешь? Что тебе нужно от меня? Честно говоря, уже ничего. Это я сначала думала, что ты клёвый, что ты крутой, что, оказалось, ты такой зануда, как и все. Вот и хорошо. А ничего хорошего. Я вот, между прочим, спор проиграла. Из-за тебя. Мам, что происходит? Мы уезжаем. Прямо сейчас. Куда у меня? Тренировка через два часа. Послушай, сын, это необходимо. Ну, почему, мам? У меня тут только что-то начало получаться. Он с пацанами подружился. И даже с Матвеем. А теперь опять куда-то ехать надо. Нет, все, я никуда не поеду, нет. Так. Собирайся. У нас мало времени. И тебе что, вещь какая-то, чтоб таскать меня с места на место? Тебе надо, ты езжай! Никита! 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 Никита, стой! Никита! Никита! Никита, стой! Давид Хgensет! Никита! Никита! Продолжение следует...